Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. На два года раньше в регионе готовятся досрочно расселить жильцов из аварийных домов. Залатали ямы сами. Показательный поступок барнаульцев, однако героизмом это считают не все. Сергей Шубенков вновь остался без Олимпиады, что помешало выйти спортсмену на старт. Власти края готовятся досрочно завершить региональный проект расселения аварийного жилья на два года раньше, в 23-м. Об этом сегодня говорили в региональном правительстве. Подробности у Маргариты Гартунг. 3000 домов признаны ветхими, 282 – аварийными. В нормальном жилье нуждается 6,5 тысяч человек. Ситуация с квартирным вопросом в крае по-прежнему неутешительна. Однако в профильном ведомстве считают, что в ближайшие годы ситуация улучшится. Алтайский край получит на эти цели больше 4 миллиардов рублей до 2025 года. Бюджеты муниципальных образований, как и региональный бюджет, не позволяют в полном объеме обеспечить расселение жилищного фонда признанным аварийным после 1 января 2017 года за собственный счет, за счет своих бюджетов. Правительство Алтайского края неоднократно в адрес вице-премьеров Российской Федерации, в адрес Минстроя Российской Федерации, под разные программы, под разные варианты поддержки субъектов, в том числе Алтайского края, направлялись обращения о необходимости финансирования на федеральном уровне программы расселения аварийных домов, признанных таковым после 1 января 2017 года. Проблема аварийного жилья в этом году стала особенно острой. В начале апреля этого года пришлось эвакуировать жильцов двух аварийных домов. Шлаг посыпался. Такая пыль поднялась. Где-то запорошило всего. Мы там как очагары были. У дома по адресу 1-я Западная 51 частично обрушился карниз и фасад над одним из подъездов. Из-за угрозы дальнейшего обрушения жильцов эвакуировали. А через несколько дней переселять пришлось жильцов дома по советской армии 54. С одной из стен посыпался кирпич. Здание аварийное и люди давно ждали новой жилплощади. Отодвигали нас, отодвигали. И очень страшное состояние. И вообще этого дома страшное состояние. А еще страшнее вот такое отношение к людям. Глава региона уверенно заявляет, что учиться на ошибках больше нельзя. У нас ведь история должна чему-то учить. Люди в правительство приходят новые. В органы местного самоуправления приходят новые. Может быть они не обладают этим опытом прохождения предыдущих этапов масштабной работы по расселению жителей из аварийных домов. Но в документах, в каких-то аналитических материалах, мне кажется, это должно оставаться, чтобы мы понимали, а вообще-то хорошо расселили. Расселили это же ведь только, а по сути дела, выплатили компенсации. Судьбу ж людей, которым дали деньги, потом никто не отслеживал. Учитывая возможные последствия, в бюджете города были изысканы средства для внепланового расселения жителей данных домов. В результате в 2021 году финансирование муниципальной программы «Барнаул – комфортный город» было увеличено более чем в два раза. При этом в профильном ведомстве уверены, что край сможет досрочно завершить региональный проект расселения. На два года раньше, в конце 2023-го. По данным Минстроя, расселение жильцов в целом идет с опережающими сроками. В правительстве говорили не только про «Барнаул». В Бийске 53 аварийных домов. Процесс расселения тормозят предпочтения жильцов. Примерно 80% – это все-таки предоставление новых помещений взамен изымаемым. И 20% – это идет выкуп. В период с февраля по май 2021 года не состоялось 14 закупок. В общей сложности не приобретено 74 жилых помещения. Извещения о проведении проводились не менее двух раз. Основными причинами отказа является отсутствие помещений, удовлетворяющих потребностям заказчика, в частности, соответствующих размеру общей площади помещений, подлежащих расселению. В целом же почти за 10 лет в крае расселили 804 многоквартирных дома. Более 17 тысяч человек получили новое жилище. А с 2019-го Алтай вошел в нацпроект «Жилье и городская среда». С его помощью жильцы должны поскорее обрести надежную крышу над головой. А пока глава региона поручил опубликовать в СМИ весь список аварийных домов региона. София Яценко, Маргарита Гартунг. День с толком. Начальника Алтайского дорожного хозяйства Юго-Восточная ДСУ подозревают в краже при строительстве дороги на Белокуриху-2. Следствие выяснило, что с сентября 2020 по апрель 2021 руководитель похитил стройматериалы на сумму в 3 миллиона 800 тысяч рублей. Известно, что начальник предприятия отвечал за материальное обеспечение при строительстве дороги, при этом дал поручение нарушить технологию строительства. В результате работы было сделано с нарушением. Необходимые материалы украдены. Следователи собирают доказательства вины подозреваемого. В Барнауле неизвестный расстрелял окна многоэтажки. Под прицелом пневматического ружья оказалась новостройка по улице 65 лет Победы-10. Инцидент, по словам очевидцев, произошел вечером 3 августа. Утром в одной из квартир строители обнаружили пробитые стеклопакеты. Судя по траектории, охоту стрелок велось дома напротив. А вот один отскок, вот второй отскок. Пока, грубо говоря, да, вот оно. И действительно. К слову, жильцы соседней квартиры в начале лета тоже обнаружили в стекле дыру от выстрела. Сейчас в происшествии разбирается полиция. Студенты политехнического воза имеют все шансы проявить себя в стартап-проектах. С сентября этого года в стране по нацпроекту запускаются университетские стартап-студии. Об этом сегодня в рамках рабочего визита рассказал федеральный гость, заместитель министра науки и высшего образования Елена Дружинина. Она также отметила, что стартап-студии – это не только одаренные студенты, но и предприниматели, которые делятся опытом, а также инвесторы, которые помогают бизнес-проектам воплощаться в жизнь. В следующем году уже будет создано порядка 10 стартап-студий по всей стране. Будет проведен отбор в соответствии с постановлением правительства. До этого момента, с сентября месяца, студенты будут проходить специализированные программы, тренинги по выявлению скрытых своих талантов и предрасположенности предпринимательской деятельности. Туристы Алтайского края не спешат сдавать путевки на отдых в Турцию. Напомним, с июля страна борется с пожарами. Справедливости ради в данный момент горит и Якутия, об этом мы знаем. Но сейчас про Турцию и туризм. Подробнее расскажет моя коллега Ирина Корчагина. Передаю ей слово. Август традиционно очень жаркий сезон в Турции. Теперь в прямом смысле тысячи россиян сейчас отдыхают в стране, где все включено. Не исключение туристы из Алтайского края. Кадры горящей Турции появляются в новостях каждый день. Только за последние три дня в стране от пожаров пострадало 78 населенных пунктов. Бас! 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 Читурцы не столкнулись. Пожары проходят, как правило, не в популярных туристических местах, куда мы отправляем туристов, а мы отправляем чаще всего на средиземноморские курорты. Это Белек, Кемер и так далее. А пожары проходят на западных участках курортов, и поэтому там не так частые рейсы, не так много туристов. У нас непосредственно в этой зоне туристы не отдыхают в данный момент. Туроператоры говорят о массовых отказах от отдыха. Говорить не приходится, потому что даже единичных нет. Случаев отказа нет. Ситуация стабильная. Туристы, конечно, интересуются той ситуацией, которая складывается в Турции. Но, в принципе, отказов нет. Те, кто планирует отдых в августе, они спокойно к нему готовятся. Есть определенная схема страхования. Есть страхование от невыезда для тех туристов, которые по каким-то весомым причинам отказываются от путевки. Но, конечно, просто боюсь или просто не хочу лететь. Такой причины никто не страхует. Поэтому здесь уже на усмотрение туроператора, на усмотрение туриста. Цена на путевки тоже пока стабильна. Пожары не отразились на ее снижении. Периодически появляются выгодные варианты, но их туристы могут наблюдать и в течение года. Средняя стоимость в хорошем отеле осталась прежняя. 50-60 тысяч на человека. Есть предложение и за 30 тысяч рублей. Но это уже будет трехзвездочный отель на неделю. Ну а в конце хочется добавить. Если русский турист собрался на отдых, похудел к отпуску, купил купальник и шляпку, то его уже ничего не остановит. Жители края стали чаще брать ипотечные кредиты. За последние полгода спрос увеличился почти на 36%, заявляют федеральные СМИ. Так на одну тысячу населения нашего региона приходится больше 30 человек, взявших ипотечный кредит. Средний его размер почти 2 миллиона рублей. Во всероссийском рейтинге по ипотечному спросу Алтайский край разместился на 21 месте. А вот Республика Алтай заняла 79-ю строчку. Мы видим, что инфляция потребительская корзина выросла в несколько позиций. И поэтому, скажем так, наши клиенты задумались о том, что вдруг цена на квадратный метр будет еще выше. А льготная ипотека сегодня позволяет зафиксировать эту стоимость. И даже переплаченные проценты, скажем так, не пугают. Поэтому очень активно наши клиенты, заемщики банков стали брать льготную ипотеку и покупать квартиры на первичном рынке. Ковидные госпитали края получают первые партии пронподушек. На них пациенты лежат на животе и подушки помогают насыщать организм кислородом. А еще их могут применять во время операции при неподвижном положении больного. Эти валики мы опробовали на пациентах реанимационного отделения. То есть они на них находились 12-16 часов и через 4 часа мы наблюдали положительную динамику. В первой партии городская больница получила 80 комплектов подушек. А всего краевым медучреждениям требуется свыше 4000 подобных комплектов. Помощь в приобретении оказывают и краевые федерации спорта. Мы с начала ковида и до сегодняшнего дня в течение всего времени помогаем и будем помогать, соответственно, Минздраву. Еще дополнительно планируем, тысячу участков приобрели, еще дополнительно 500 подушек приобретем. Федерация бокса регулярно оказывала. Здесь мы совместно пытаемся прививать, дать такое, знаете, ну вообще я считаю, что федерация бокса, она положительно влияет и не только на федерацию заданную, на другие. Вот, и я считаю, что это должно не только спорт быть задействован, но и вообще другие организации, наверное, где-то больше это к бизнесу. Взяли инициативу в свои руки. Жители многоквартирного дома в Барнауле после безуспешных баталий с управляющей компанией, собственными силами и средствами заделали глубокие дорожные ямы у себя во дворе. Примером горожан восхитились и другие жители краевой столицы, однако в этой, на первый взгляд, гуманной истории оказалось не все так просто слово Валентине Аскеровой. Дом на Шукшуна-2. Шесть лет украшают не клумбы и цветы, а глубокие дорожные ямы. Автомобилисты разбивают здесь подвеску, таксисты элементарно отказываются сюда заезжать. Терпению жильцов пришел конец, и они заделали ямы сами. Про жильцов этого дома можно смело говорить. Накипело в социальных сетях, их уже окрестили не иначе, как герои. В минувшие выходные вместо дачного отдыха мужчины взяли в руки лопаты, закупили щебень и пошли лотать ямы у себя во дворе. Вот эти все ямы были по щиколотку. Мы сколько лет воролись и ничего, но наши мужики собрались и все, и сделали сами. Ужасно было в дороге. Ну, сейчас, ребята, спасибо, что это инициаторы, сами сложились с деньгами. Автомобилисты. Как вы здесь ходили? Ну, как ходили? Старались около дома идти, потому что если дождь прошел, то здесь ходить невозможно. Здесь лужа, там грязь, и получается, что ходить никак. Поэтому мы только поддерживали. Я, например, лично помогала машины, не пускала. В управляющей компании, обслуживающий дом, нам пояснили, что на ремонт дорожных ям жильцы не скидывались. Деньги на ремонт заложены в графу общедомовые нужды. А вот там, что выходные, такая информация прошла, что это сами собственники сделали. Нет, там подрядная организация. Они просто привели свою подрядную организацию. Вот и все. Мы им локальную смету согласовали. Сейчас они подпишут собственниками, что они работы выполнили, и мы эту сумму оплатим. А по поводу более своевременного ремонта ям нам пояснили, что были первоочередные нужды дома. Ямочный ремонт выбрали жильцы лишь в этом году. Кстати, многоквартирный дом на Шукшина, который худо-бедно, но подлатали, окружен многоэтажками, где ямы представлены во всей красе. Чтобы ремонтные бригады дошли до этих дворов, нужно проявить инициативу, советуют юристы. Можно пожаловаться в органы жилищного надзора, и, соответственно, они, скорее всего, обратят на это внимание, внесут предписание, представление, которое будет обязательно для управляющей компании. Кстати, в следующем году двор на Шукшина-2 отремонтируют по программе «Комфортная городская среда». Но жители вновь не готовы ждать, и уже на этой неделе планируют собственными силами залатать разбитую парковку в своем дворе. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком. Жители многоквартирного дома номер 108 на Паловском тракте возмущены. Под их окнами власти города обустраивают тротуар и велодорожку, которые, по словам жильцов, были с ними не согласованы. К тому же они утверждают, что благоустройство идет вразрез с проектной документацией. Анна Рашагирова продолжит тему. Велодорожка двухполосная делается при трафике 70 велосипедов в час. Никто ничего не замерял. Просто нас поставили в известность. Точнее, даже никто в известность не поставил, ни проекта нам не предоставили. Начали делать, вырубать деревья сначала. Казалось бы, чем может помешать тротуар, сделанный специально для жителей? Кто может быть против велосипедной дорожки, которой при оживленном движении на Павловском тракте – настоящее спасение для любителя железного коня? Мне кажется, нужна дорога. Особенно тем, кому еще нет 14, кто на дороге не может ездить. Потому что по тротуарам неудобно. Там людей много, кочки. А тут, прикиньте, по всему Павловскому будет дорога идти. Но выступившие против перемен все-таки нашлись. Жителей дома номер 108 на Павловском тракте смущает, что дорога проходит буквально под окнами их дома. Пугает и другой факт. Покуда эта дорожка не была благоустроена, ни одному водителю не приходило в голову объезжать здесь пробку на Павловском тракте. Только с появлением здесь тротуаров жители дома опасаются, не превратится ли этот путь для пешеходов в скоростную автостраду. Мы боимся, что с Малахова машины пойдут прямиком туда, потому что вот эту дорогу они пробивают до Георгиева. А если быть точнее, то велодорожка начинается даже не с Малахова, а с улицы сельскохозяйственной. Правда, пока так и непонятно, как ее обустроят на Малаховском кольце. Да и в целом есть вопросы. Если дорожка есть, значит она должна куда-то везти, а не начинаться среди улиц и также внезапно обрываться. Для Барнаула же многие такие пути стали нормой. Пока видим только вот такие отдельные фрагменты. Зачастую не совсем понятна логика, откуда они начинаются, где заканчиваются, какие части города они связывают. Пока это отдельные такие кусочки. Что касается работ на Павловском тракте, то тут жители скорее идут на принцип то воюют за каждый метр, то настаивают на рубке дерева, которое растет у обочины строящегося тротуара. А то и вовсе затеяли с подрядчиком скандал. Чиновники же заявляют, что жалобы не обоснованы и все идет по плану. Автомобильной дороги здесь не будет. Здесь будет тротуар совмещенный с велодорожкой, обозначенный соответствующими знаками, что это велодорожка. Если будут случаи, что будут машины пытаться заезжать на этот тротуар, то, я думаю, организуем работу и поставим ограждающие конуса на въезде на тротуар. А в целом территорию облагораживают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». И пока жители интересуют, насколько безопасно и качественно все это получится, исполнители проекта теряются в догадках, что еще может не понравиться жителям. Анна Раша Гирова, Александр Антропов. День с толком. И к новостям спорта. Алтайский барьерист Сергей Шибенков не выступил на Олимпиаде в Токио из-за травмы. Подробности далее. Надежда российской легкой атлетики в победе или как минимум медали Сергея Шибенкова были уверены все. Предварительные старты на дистанции 110 метров, но на шестой дорожке пустота. Многие этого не поняли. Алтайский легкоатлет так и не вышел на старт. Общественность в шоке. Спортсмен первое время хранит молчание. Затем стало понятно. Сказалась травма Ахилла. Ничего хорошего. Это оттой. Разочарование самое главное я почувствовал. Все остальное это мелочь. Сергея отправили на медицинское обследование. О дальнейших планах окружения спортсмена не говорит. В Токио всего 10 российских легкоатлетов. Заявку сформировали еще в конце июня. И тех, кто вошел в список, поменять было нельзя. Это от требования World Athletics. Да, была травма. Мы знали об этом. Когда Сергей заехал в Новогорск на карантин, мы все сделали, чтобы он эту травму вылечил. Федерация легкой атлетики сделали все возможное, чтобы восстановить его. Последние тренировки перед вылетом на Олимпиаду были обнадеживающими. Скрывали ли травму Шубенкова, нам остается только предполагать. Но факт. Один из самых открытых спортсменов России в этом году максимально молчалив. Футболисты «Динамо» Барнаула отправились в Оренбург, чтобы сегодня сыграть выездной матч против местной команды. А после подопечные Александра Суровцева поедут в Новотроицк, где 7 августа встретятся с Ностой. После этих матчей «Белоголубых» ждет Кубок России на стадии 1-64 финала. Барнаульцы примут Тюмень. Игра состоится 12 августа на стадионе «Динамо». Дмитрий Дроздов. День с толком. А на этом у меня все. Смотрите нас не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!